Мне бы хотелось приглашать вам одну задачу. Интересно, что обратная связь такая, какой отклик. Рассмотрим причаливание с такой скоростью. Значит, V от S равняется 1-S в квадрате. S меняется от нуля до единицы. Итак, пожалуйста, даю вам одну минуту на то, чтобы вы нарисовали график этой функции и ответили. Вот время причаливания какое? Конечное или бесконечное? Время причаливания равно бесконечности и оно конечное. Вот, я думаю, что вы эту задачу решите. Вот, стараюсь на то, что вы сейчас услышали только что. Итак, есть знакомый причаливание. Пусть это формула 4. V равняется 1-S в квадрате. Путь тот же самый от нуля до S. От нуля до единицы. S меняется на отрезки. И скажите, удастся ли причалить, то есть прийти из точки 0 в точку 1 в законечное время, или же этот процесс будет продолжаться неограниченно долго? А график вот этой функции нарисовали? Параболы. Параболы. Правильно. Получается из стандартной параболы V равняется S в квадрат. Каким преобразованием? Что надо сделать с параболой S в квадрат? Вправо сгенут на единицу. Потому что вот эту функцию, да, можно записать по-другому. V равняется S в квадрате. Если так записать, то проще будет, да? Но мне удобнее записывать вот так, чтобы видеть вот эту положительную величину. Значит, получается... Давайте я все-таки нарисую вот эту параболу целиком. Конечно, то, что я сказал, это неправда. Нельзя нарисовать параболу целиком. Вот, функцировал, я изобразил график этой функции. А мы возьмем дугу этой параболы на отрезке от нуля до единицы. Вот таков закон причаливания. Так у нас скорость уменьшается. Так мы тормозим на этом пути. Ну а теперь, пожалуйста, скажите, сколько же нам придется вот здесь вот тормозить? Приближаться к единице. Бесконечный долг. Правильный ответ. Бесконечный долг. Вот здесь время причаливания. Причаливания. Бесконечно долго длится. Так. Кто может пояснить, почему так? Не знаю, никогда. Почему время причаливания. Ну кто-то сообразит, с учетом того, что вы слушали сегодня. Хотелось бы. Давайте сравним. У нас уже опыт есть. У нас есть два способа причаливания. Значит, законы какие? v равняется 1 минус s. Это первый закон. Здесь время причаливания бесконечно. v равняется коре единице минус s. Закон 2. Здесь время причаливания конечное. и теперь третий закон. Третий закон. Единица минус s квадрат. Давайте сравним. Новый закон причаливания с предыдущими. У нас причаливание происходит быстрее или медленнее? Так. Первый закон. Линейный. Единица минус s. Вот по закону третьего этого графика v3. Быстрее или медленнее? Смотрите. Здесь такая скорость, а здесь уже меньше. Здесь такая, а здесь меньше. Значит, мы в каждой точке пути движемся с меньшей скоростью, чем здесь. Значит, время t3 и t1 как связаны? Кто больше? t3 или t1? t3, потому что скорость меньше. Значит, t3 больше. Но если это уже бесконечная величина, то это тем более. Значит, вот время причаливания, t3, тоже бесконечная. Хорошо.